ПОТАПИНКА БУДЕТ У него своя точка зрения Новости можете комментировать любые, которые были в предыдущем части Ну вот, еще мы вам подбросим Банки и сотовые операторы разработали защиту от мошенников с подменными номерами Крупнейшие банки и мобильные операторы договорились обмениваться информацией, чтобы с ними бороться Операторы связи разработали специальную платформу, которая позволяет банку в режиме реального времени Получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам Банки, среди которых Тинькофф, ВТБ, Газпром, Райфайзен, МКБ и МТС Банк Уже тестируют системы или собираются это сделать Интересно, а где же наш любимый зеленый друг-то? Почему же его-то нету среди вот этих сам? Потому что где тут крупнейшие банки? Конечно, мы любим всякие Райфайзены, Газпромы и всех остальных Но что-то как-то нет Вот нам нужен зеленый друг Ну что? У нас на линии эксперты генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Юрьевич Кусков Денис Юрьевич, доброе утро Денис Юрьевич, доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну, первый вопрос, конечно, у меня будет А что зеленого там нету среди обозначенных банков? Он-то у нас самый главный Я так понимаю, видимо, с его номеров, якобы с его номеров Больше всего звонят мошенники Чего же он-то не присоединился к этой всей толпе очень крупных и очень важных банков? Ну, видимо, зеленый банк разрабатывает в том числе какую-то свою собственную инфраструктуру Либо не договорился еще с сотовыми операторами Но само по себе, учитывая масштаб наличия смартфонов на руках, телефонов и подобного спама Конечно, это можно рассматривать с положительной точки зрения Все возможности сортировать и убирать подобных людей, которые совершают противоправные действия Мне кажется, жизнь от этого должна стать лучше Смотрите, на сегодняшний день, хорошо Если подменный номер будет как бы исчезать Но не все наши сограждане номера основных банков знают Там, попросту говоря, будут звонить с городского Но не подменного, а похожего там по сочетанию цифр Говорит, здрасте, я там из условного Сбербанка Поможет ли вот это не подменный номер, а ну как-то отстранить мошенников от этой всей истории То есть в подменном ли номере главная проблема? Ну, подменный номер однозначно влияет на ситуацию Потому что людям приходят смс-ки Значит, позвоните на такой-то номер, у вас там карточка заблокирована Звонят с различных номеров Если будет создан, это, конечно, не маленький пул Но, скажем так, в каждом регионе, если будет создан пул Тех телефонов, с которых можно совершать вызовы На входящие номера абонентов, пользователей банка То, в принципе, все остальные номера будут усвечиваться иным образом Либо каким-то образом будут, как бы сказать, есть выражение, когда он замечен в спаме Либо в противоправных действиях То есть, возможно, какой-то вот такой черный список будет появляться И люди будут понимать, что это Денис, а не повредит ли это достаточному легальному бизнесу Который называется действительно подменный номер Когда ты, условно говоря, переадресуешь Ну, или ты принимаешь на мобильный телефон А носа высвечивается Или звонишь Такое ощущение, что ты, ну, звонишь прямо с этого С городского Есть такой сервис? Нет, сервисов, на самом деле, очень много Ведь не обязательно даже звонить из России Мы видим по заминированию, как это происходит Звонят совершенно с других стран Либо через другие страны Чтобы запутать Поэтому сейчас технические возможности кардинально большие Значит И, значит, поэтому Все, в общем-то, в руках Технорей, IT-специалистов И я думаю, что все это можно сделать Конечно, не получится с первого раза Вот Но, так сказать, думаю, что все должно наладиться Понятно Денис, а как это технически выглядит? Вот собрались банки Они собрали эту базу А дальше эти номера они блокируют Или какая схема? Есть, конечно, двух вариантов Первое, значит, у банков есть номера телефонов С которых они совершают Могут совершать звонки абонентам, пользователям банка Они могут передать это в общую структуру И они пропишут туда, что с этих номеров можно звонить Значит, и второй момент Если есть черный список То его будут блокировать И понятно, что злоумышленникам необходимо будет С новых номеров звонить По идее, да Но их не будет в реестре разрешенных номеров По идее тоже с них В глобальном смысле дозвониться нельзя будет То есть одному-двумя людям понятно, что можно И не запретят Вот, в соответствии с законом связи Но если будут уже замечены жалобы на них То они смогут, операторы, отрубать подобные номера Понятно Спасибо, спасибо У нас на связи был Денис Юрьевич Кусков Генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Звонят ли вам? Звонят ли вам и что предлагают? 730-101 Звоните, пожалуйста Ты знаешь, после твоей фразы Звонят ли вам? Звоните, пожалуйста, нам Код Москвы 495 Ну, пусть Слушай, у нас От нас с тобой сложно чего выбивать У нас все карточки давно заблокированы Денег нет, не было и не будет И поэтому мы держимся Ну, скажи, пожалуйста Тебе давно звонили? Ну, мне звонят Мне звонят не с такой фигней Нет, пару раз мне писали По-моему, в Скайпе Что типа Ну, вскрыли чей-то Скайп И несколько раз писали Соответственно, в ВКонтакте Все, это было единственное Такое, что я помню Три раза в общей сложности Один раз Я, надо сказать В ВКонтакте Ну, потому что моя сотрудница Честно говоря, встала на... То есть она не знала этого развода И она, в общем-то, была правовестником Я даже заплатил на одну карточку Там, какую-то небольшую сумму Потом я задал вопрос Говорю, ты что, не знал Что вот наша коллега На самом деле, в общем, никуда не пропадала В Скайпе все достаточно быстро раскрылось Потому что своих именно друзей У меня их не так много Я знаю, как они пишут Именно как Я не говорю про что Просят ли они деньги А именно вот стилистику текста На этом машинке, надо сказать Очень сильно прокалывается Конечно, недоработочка Потому что А звонят, ну, в основном С предложением всяческих финансовых Псевдоуслуг Ну, я обычно их очень быстро Ставлю в черный списочек Ну, сначала посылаю А потом в черный списочек Ну, потому что я сочувствую этим колл-центрам Потому что сидят за копейки И искренне считают Что они что-то могут заработать Я не считаю это бизнесом Они должны, в общем-то Сидеть у тюрьмы Как они большей частью, кстати, и сидят Доброе утро Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Меня зовут Георгий Город Москва Да, слушаем вас, Георгий Хотел бы рассказать Именно про случай звонка Буквально на днях Был такой необычный звонок От мошенников Представились как Национальная кэшбэк-система Вау Красиво такое слово Рассказали мне, что Девушка звонила с возмущением Как я могу за 18-19 год Накопить более 10 тысяч рублей И никак их не потратить Даже удивительно Вы, наверное, тоже возмутились Сказали, как же я это мог накопить И не потратить Да, совершенно верно Я был очень удивлен Но по традиции повесил трубку Но они стали перезванивать Я стал сбрасывать Было раза четыре Они попытались набрать Я сбрасывал На пятый раз На пятый раз я решил поднять трубку И девушка с большим возмущением сказала Сейчас в вашей карточке спишется 8300 рублей Будете знать, как не слушать оператора И повесил трубку Я с таким впервые столкнулся Вы встали в угол? На горох на колени После этого Да, мне было жутко стыдно Да Полдня потом переживал Ну вот с этим первый раз сталкивался Там мошенники перезванивали И от возмущения пытались снять деньги Сказали Ну конечно Довели Ну понятно Ну смешные люди Смешные Спасибо Спасибо за ваш данный А кстати Слушает ли нас кто-то Кто с другой стороны Вот работает, например, в этом кул-центре И сам понимает, что он разводит аудиторию Слушают ли нас такие Ты знаешь Я с несколькими людьми переписывался Но я тебе могу сказать Что те, кто организует эти кул-центры И сами вот эти Это называется скриптом продаж Они очень некачественные То есть они рассчитаны на В общем На невнимательность На скорость И человек, который В общем Давно как-то оторвался От какой-то реальности Не пользуется сервисом Если ты давно не пользуешься сервисом Или там Не встречаешься со своими друзьями Или не переписываешься с ними Тереке Я считаю, что можно на это попасться Но когда Мне вот мошенник писал От имени одной моей знакомой Что типа денег Я ему прям со вторым сообщением Я говорю Старичок, ну ты бы ради приличия Ну ты вскрыл ящичек Ну то есть ты вскрыл скайп Ты хоть бы переписочку-то прочитал Что форма обращения Там расставление запятых Ну вот оно все по-другому Ну он там одной фразой там отделался Типа что она в скайпе мне пользуется Я говорю Пользуется сынок Ну ты прочитай текст Как мы с ней переписываемся Слова формы просто другие Ну а ему видно не досуг было Быстро-быстро Там типа привет Как обычно 20 тысяч до зарплаты Перекрутиться не дашь Ну вот Даже среди них Это кадровая проблема Я считаю Большая кадровая проблема Меня Дима давно Чуть было не развели Да Ну бывает Написала подруга Говорит сумма небольшая Там можешь бросить И правда очень похоже И я в качестве шутки Я действительно не думала проверять Ну просто шутят Назови там что-то Говорю На какой улице живет наша общая подруга А улица очень смешная И тут я получила сообщение Так вот какая ты подруга Да-да-да-да-да-да-да Нет, ну это нормально Это работочка Ну просто для этого Хотя бы Понимаешь Ты ввела какой-то проверочный код А я просто по текстовке Потому что текстовка у них Очень примитивная И это в общем тоже Ну говорю Очень хочется Чтобы даже мошенники Были сколь-нибудь образованы 730-101 Доброе утро Да, доброе утро Слушаем вас Доброе утро Да, недавно столкнулся С мошенничеством Ну надо сказать Меня где-то на протяжении Получаса держали На линии Мне представились Службы безопасности банка Естественно Круто Причем банка В котором Ну Клиентом которого я не являюсь Вот Как только они это выяснили Они стали спрашивать В каких банках Клиентом каких банков я являюсь И тут вы конечно сказали Сейчас одну секундочку Молодой человек Подождите Я сейчас схожу за документами Вот сейчас я вам Я вам сканы просто договоров Отправлю И вот Подождите пожалуйста Не уходите никуда С линии Да Так и было видимо Я был Немножечко Обескуражен Звонком Я был в командировке У клиента находился Говорил Да, да Ребята Перезвоните Конечно Безопасность Все дела И в общем Мне подпеременно Звонили Представляясь Якобы сотрудник Пресс-службы безопасности Наверное Четырех банков Клиентом которых я являюсь Но под конец Меня как-то Это немножечко Утомило И Напрягло то Что Фраза Молодого человека Последняя была Давайте сейчас Подадим страховой счет На который мы сейчас Все ваши деньги Переведем Чтобы Не дай бог Не было больше Попыток Мошенщики Списаний Вот И только вот Этот звоночек Заставил меня Как бы позвонить Уже Ну реально Службу безопасности Банка И выяснили Что такого номера В принципе не существует Вот Молодой человек Мне просто перезвонил Сказал Вот Как и обещал Перезваниваю вам Через 15 минут Я говорю Торжеща Так вот Я звонил сейчас в банк И я не успел договорить Эту фразу Он повесил Ну понятно В общем Все таки игра Игра очень примитивная 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 Слушатель пишет Когда моей маме звонят С номера Типа Мама Я сбил человека Давай вышли денег То моя мама Переходит на татарский Это всегда работает Ну вот видите Есть Есть Вот лайфхаки Пошли Давайте Присылайте ваши лайфхаки Нет Ну Можно продолжить Мама Тут меня тоже сбили Побили Я забыл татарский Давай Давай обратно Нет Это немножко сложновато Понимаешь Все таки Нет Молодец Мама Мама Разбирается Какие ваши лайфхаки Когда вам звонят мошенники Тут все таки любопытно Постепенно вообще не останется номеров Пишет слушатель Номера будут попадать в реестр И вскоре просто не останется Свободных Мошеннических Свободных номеров И будут звонить с реальных Просто будут подключаться Как раньше Если кто не знал Можно было раньше Подключиться к телефон-автомату Провода прокладываешь И ты Если ты рядом Домом жил То можно было подключиться И звонить бесплатно С телефонами Раньше была такая проблема А сейчас я чувствую Что будут подключаться Прямо к реальным линиям То есть Вот будут хакеры Вскрывать линии 730-101 Телефон прямого эфира 495 Это префикс Москвы Доброе утро Доброе утро Алло Алло, здравствуйте Доброе утро Услышал то, что вы разговариваете Про мошенников Недавно столкнулся С такой проблемой Но она как бы не проблема была Но вы говорите Про банковских А я могу вам рассказать Про мошенников Которые хотят купить машину А, так Давайте Дал объявление Продажи автомобиля Через несколько часов В этот же день Раздается звонок Мы хотим Срочно хотим Купить вашу машину Я говорю Приезжайте завтра с утра Нет Нам срочно вечером Ну, короче В словах Приезжает с утра Один человек Он как бы с Рязани Ну, посмотрел Все хорошо Мы два-три часа С ним общались Разговаривали Все Прям доверительная Это самая Обстановка После чего Волшебная фраза Я с братом Приеду вечером Я говорю Задаток Он говорит Ну, говорит Не буду задаток оставлять Только вечером И с личными деньгами Я говорю Давайте через карту Деньги переведем И тот человек Меняется в лице И скрывается Ага То есть Вы думаете Что вам решили Попадать Фальшивые деньги Втулить В вечер Они сейчас Они сейчас Кстати говоря Очень ходят В больших количествах Вечерублевые Пятитысячные И здесь Самое основное Вот это вот Доверительное отношение То, что он с Рязани Что он приехал На машине С рязанскими номерами И то, что он ищет Машину брату И так далее И тому подобное Тут разработана была Концепция Понятно Спасибо Спасибо Но это уже Фальшивые деньги Хотя Ну в общем Да Ну в общем Нет Я могу предположить Эту ситуацию Когда тебе говорят Вот подписываем договор На капоте И все А ты И вы не доходите До банка Куда ты сам же Кладешь эти же деньги На свой же счет Ты знаешь Как цитата есть За что вас судили Вы знаете Государство Делало Такие же деньги Как и я Да Да Мне нравится этот подход Ну окей Хорошо Не вопрос Мария пишет Мне тоже звонили Со словами Ваш сын сбил человека Я посоветовала сдать его В детский дом Потому что сыну было 8 лет Ну Почему же в детский дом То надо было сказать Доведите его до школы Если он сбил Ну что ж теперь поделаешь Пусть школа теперь С этим и разбирается Что я буду делать В эту секунду Раз уж сбил Так сбил Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Меня зовут Александр Город Москва Вчера звонили Как раз Мошенники Так При этом оформлял карту Меньше двух месяцев назад В одном из крупных банков Ну в эфир Не буду называть Ну понятно Звонили вчера Назвали все мои данные Сказали что произошло Движение средств Срочно надо что-то Пренимать Назвали устройство С которого это было сделано А что я двигался Что нахожусь Как раз в отделении банка Давайте поговорим Ну они тоже положили трубку Скукотища Ну конечно смущает скорость С которой данные утихают Это согласен с вами Да У них были все данные Которые я оставил в банке Ну понятно То есть мгновенно Понятно Ну с этим Я не знаю Многие рассказывают Что они будут бороться Но ключевой вопрос Я считаю Что это Все равно кадры Вы никуда с этим не денете Будут уходить Рассерженные сисадмины И будут все эти данные Сливаться Ну те кто открыли Недавно Просто какой-нибудь сисадмин Только что уволился Буквально На прошлой неделе Он скорее все это и слил Защита данных Все равно будет храм Мать Андрей Пишет Вчера оформлял шенген В посольстве И там есть девушка У стойки Которая впаривает кредитки С бешеным кэшбэком Ее фишка была такая Стопроцентный возврат денег За визу Стопроцентный возврат денег За визу Что ты веришь? Нет подожди Возврат денег за визу За саму визу Теоретически могу предположить Что она не является Даже мошенницей Я продаю То есть Является представителем банка Потому что виза Стоит Ну предположим Суммарно Сто пятьдесят долларов И если ты оформляешь То ей попросту говоря Это выгодно Ну могу так предположить Может быть она Абсолютно реальная Нормальная девушка Ну это как В аэропортах Есть один банк Который уже годами Там просто бегает И дает пледик И чашку такую Говорят Вы из Москвы? Давайте Ну вот в общем Какие ваши лайфхаки 903-797-6333 С большим удовольствием Послушаем ваши лайфхаки Вот видите Мне с татарским языком Очень понравилось Ну это слушайте Надо знать какой-то язык Специальный Опознавательные знаки У вас должны быть С мамой вашей Ну Казани здесь легко Допустим В Казани В Казани Такую фишку не прорубишь Да Согласен Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Алло Да-да-да Доброе утро Доброе утро Ольга из Барнаула Ваша постоянная слушательница У меня такая У меня такая история была У моей дочери В одной из социальных сетей Зломали аккаунт Ага И якобы от ее имени Тоже попросили Перехватить Десять тысяч Ага Вот Ну я как-то сразу Догадалась В чем дело При том, что Мы действительно Иногда Перебрасываем Деньги И у меня есть Номера и карточек И я пишу Хорошо Пиши карточку Пиши номер карточки Ага А накануне Вся схема Вся схема сыпется Ну Мне звонят каждый раз Когда я даю объявление На авито Пишет слушательница Потому что там я представлена Экзотическим именем Именно так меня называют Мошенники Звонят и говорят Снежана Ух Слушайте А зачем вы именно Авито Переделываете Дима Ну это удобно Ну понятно, что сразу Звонят по объявлению Ну звонят по объявлению Я что-то не докатываю Ну звонят и чего В чем Что постыдно в том Что вы представляете Своим именем Это просто сразу разделяет Так ты Ольга А там ты Снежана Понимаешь И сразу уже понятно Откуда звонят Мне так кажется Что логика еще видна А мне кажется Я конечно дико извиняюсь Но когда тебе звонят Говорят Здрасте Я там По такому там Объявлению Ну мы там что-то Какую-то требуху выставляли Ой какой вы скучный Дмитрий Я по объявлению Совета И чего Что дальше У меня просто Причина следствия Я скучный Где фантазия Все понял Вина вас спылил Был неправ Представлять с любыми именами Вот это я сейчас Промазала Бывает такое Итак Ну что Что у нас Дай Дай Фу Это вот слово Это ты промазал Это я Заплетаюсь языком Дай 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 Давайте красиво сделаем Тревожно Все таки будем мы принимать В чемпионате мира Или не будем принимать В чемпионате А Да В чемпионате мира По футболу Все правильно Всемирное антидопинговое Агентство ВАДА Уведомило Россию Запрете на участие В чемпионате мира По футболу В Катаре В 22 году Сообщает телеканал Be in Sport В российском футболе В союзе Не получали Уведомления О запрете Российской сборной Участвовать в чемпионате мира Никаких уведомлений От ВАДА Не получало И российское антидопинговое Агентство Русада В декабре 2019 года ВАДА За допинг На 4 года Дисквалифицировал Российских спортсменов Лишив их права Участвовать В олимпиадах И чемпионатах мира Сейчас мы как раз Поговорим с генеральным директором Он у меня был На одной из программ Можете понайти это В подкастах Юрий Александрович Ганус Юрий Александрович Доброе утро Доброе утро Да Доброе утро Все таки Поясните Я понимаю Что что-то Не получали Это официальное заявление Вот Потому что Всемирный антидопин ВАДА Уведомил Россию О запрете На участие В чемпионате мира По футболу В Катаре В 22 году Или это фейк Да Какова ситуация Вы знаете Я не хочу Вы знаете Ситуация такая Во-первых Это не характерно Для ВАДА Делать подобное Родо заявление Без какой-либо Привязки к событиям Дело в том Что ВАДА Обычно Делает заявление После Ну например Из прокурмов Да После Соответственно Комитета По соответствию Либо каких-либо других Сейчас Это фактически Да Событие Которое Оторвано И не имеет Никакой привязки Фактически К ни к чему Поэтому Вы понимаете Во-первых Давайте вспомним Что 9 числа Джонатан Тейлор Он говорил о том Что Значит Россия Будет участвовать В отборочном турнире 22 года Да Чемпионата Но Соответственно Возникают вопросы И не будет участвовать В итоговом Турнире Который будет проходить Но Вот в данный момент Времени Никакие заявления Официальные Из ВАД Мы не получали Это вот официально Могу вам сказать Буквально По состоянию На настоящее время Это первое Да Второе И еще раз повторюсь Просто Давайте мы подождем На самом деле Потому что Во-первых Многое зависит От решения суда И второе Все-таки Знаете Мы Не Отводим На кризис Честно говоря Русада Планирует Выйти Вывести Спортных кризис За два года Не за четыре А за два Но это будет зависеть Именно от того Как будут участвовать И сотрудничать Все остальные Государственные органы И спортивные Правоохранители Юрий Александрович А суток И тогда Соответственно У нас завершится Это же сборочный турнир И как раз Через два года Когда мы будем Выходить в итоговый Я надеюсь На итоговый этап Чемпионата мира А Скажите Когда Условно говоря У нас суд И когда У нас Есть отмашка Когда Скорее всего Вы можете Получить Или Получите Какое-то решение На основании которого Вы уже можете Формировать официальную позицию Ну вы знаете Я хочу сказать Что пока В ближайшее время Значит Пока идет Согласование сторон Согласование арбитров Вот Поэтому В этом отношении Пока Трудно Говорить О том Когда он начнет Но мое Понимание Да Это вопрос Это все-таки Я надеюсь Начнется И завершится Где-то Ну самое крайнее Я надеюсь Май Потому что Уже позже Будет критично Потому что Понимаете Именно КАЗ будет Определять Итоговые Критерии Допуска Наших спортсменов И поэтому Должно быть Время Для того Чтобы их Выполнить Хотя Я могу сказать Что мы тоже Сейчас с этим Работаем Они нам Сейчас Понятны Но Здесь могут быть Дополнительные Какие-то требования Понятно Спасибо Спасибо У нас на связи Был генеральный Директор Русада Юрий Александрович Ганус Дима А можно еще Один вопрос Юрий Александрович Вы на линии? Да А скажите Пожалуйста Если предположить Самый плохой вариант Что мы не едем В Катар Как команда Россия Мы можем туда поехать Как-то знаете Как это бывает Под нейтральным флагом Под нейтральным флагом Да Или для футбола Такой возможности нет Вы знаете Нам надо Дождаться все-таки Я предлагаю Дождаться Потому что Вы знаете Это действительно Очень сложный вопрос И Ну Здесь могут быть Много вариантов Но я еще повторюсь Если мы будем Организованно Нормально работать Будет другая риторика То я думаю Нам удастся Выйти Она даже не определила Четыре года Как строк Скажем так Обязательный Там Есть определенные условия Согласно которым Если Будут выполнены Те требования То соответственно Будет подано Документы В комитет По соответствую И Можно будет Соответственно Выйти Из Подобного рода Крестной ситуации Раньше По решению Сергея Понятно Спасибо Я не вижу На самом деле Оснований никаких Чтобы Не Сделать Это Не биться За это Не Собственно говоря Не использовать Ну у меня Встревожило Только Слово Знаете Организовано Мы с вами Когда вы у меня Были в эфире Организовано Боюсь Да Есть Вот это слово Самое главное Спасибо Вы правы Меня это тоже Понятно У нас с вами Да Одинаковый взгляд Спасибо У меня на связи был Генеральный директор Русада Юрий Александрович Ганус Ну тебя волнует Если мы не попадем В Катар Мари Дело все в том Что я Последний раз Грубо говоря Болел за кого-то С точки зрения Футбола Это скорее всего Было тогда еще Когда играл Динамо Киев С Черноморцем Вы что Дмитрий Не были на Никольской Не ходили в эти дни По Никольской Я не Не ходил Я вообще Очень плохо Перевариваю толпу Нет У меня с этим Нет Нет привязки Я Не воспринимаю Себя Вот знаешь Когда там Все Никого не видно Я все-таки К людям отношусь Не люблю Когда толпа Толпа и люди Это очень сильно Для меня разные понятия Поэтому нет Увы я Как бы это не хотелось Вы не причастились К вот этой народной радости Которая действительно была А Дима Как мне кажется Нет Я к толпам Я К каждому отдельно Кто радуется Я с ним вместе Сердце мое бьется А вот как только Это начинается Толпа Наносящаяся Это все-таки Очень сильно Для меня различен Понимаешь Да Ладно Это я Давай сначала Примем звонок Я тебе потом отвечу На вопрос Волнует меня Это или не волнует Да Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Я не в отношении Ганнуса Хочу сказать Про всех чиновников Российских Которые непосредственно Касаемы И не только Этой проблемы Но просто всего Прежде всего Хотел сказать О тупости Которая надеется Что само собой Все рассосется И тем более Надежда на какие-то суды Которые могут проходить Не месяцами А целыми годами Это уже известная практика В любом случае Мы по этому поводу Могу Подскочить Олимпиаду в Японии И в том числе Дотянуть до событий В Катаре Но в чем главная причина На самом деле Не забывайте Кто президент ВАДы Это поляк Витольд Банько Его заместители В том числе Линда Холиленд И представитель Джеймс Не менее ответственный Представитель ВАДа Джеймс Феджеральд Еще в ноябре Объяснили Что мы ждали За 19-й год По событиям С подменой Допинг-проп Московской базы ВАДа Российская Русада По исчезновению 20 тысяч Так называемых Тестовых Анализов Россия не предоставила В течение целого года Еще в конце 2018 года Препятствовала Данной базе Чтобы она Непосредственно Была переправлена В те профильные Агентства Где изучались По профилю ВАДы И второе Россия не признала Еще со времен Ричарда Макларена То что действительно Это не знаю Уровень России Просто доказывает То что они действуют В схеме Сам дурак Что действительно Допинг в России Культивировался И в том числе На Олимпиаде в Сочи На государственном уровне И События 9 декабря Уже были окончательным Вердиктом Поэтому вряд ли Суд что-то будет Решать по поводу В том числе Токийской Олимпиады По поводу Футбола Российской сборной Российская сборная Еще не сделала Ничего для того Чтобы принять Участие в данном Современовании Это во-первых А во-вторых Как бы там ни говорили Российские представители О том Что они там готовы Идти на контакт И надеются На какой-то Плюрализм И положительное решение Вады Но это просто Какие-то пустые слова Тем более Назначен господином Хоть и с так называемым Формальным уголовным Прошлым Надо отдать должное Иностранным Его партнерам Вряд ли он будет Рукопожатный В решении Столь глобальных вопросов Понятно Спасибо Спасибо Пишите 903-797-6333 Скажу тебе так Значит Меня это волнует Именно в части того Что знаешь За державу обидно То что Это же Целая цепь событий Почему-то мы Ну то есть У наших Властителей Причем разного уровня Или тех Кто даже туда приходит Вроде с чистыми намерениями Начинается разрыв Какой-то мозга Причем вот именно Разрыв логических цепочек Применяют ли Допинг спортсмены Да Применяют Но применяют Разный допинг Понимаешь Он не должен носить Архаичный Вид И для этого Должна быть фарма Фарма профессиональная И когда ты Вместо того Чтобы делать Долгую Нудную Последовательность События Развивать фарму Развивать исследования В том числе Медицинские исследования Там Исследования Фармакологические исследования Спортивные исследования Это все тоже Там Это множество Исследований Параллельно Как один препарат Влияет Как другой Не влияет Это система Длинная Нудная Не столько Проворовство Сколько Выстраивание Цепочек И когда Вместо того Что выстраивание Цепочек Мы в какой-то момент Говорим Так Ну конечно Мы производим Химореактивы Которые Уже не разрешены И конечно Наши спортсмены Спалятся Но мы такими Извините за выражение Мусорскими методами Мы по-быстрому Пробы Либо поменяем Либо В базу Соответственно Взорвем И вот А потом этим Иностранцам Подсунем Они не заметят А они заметили А когда заметили Мы будем До конца Упираться Говорит Не я Лошадь не моя Меня вот это тревожит То есть Меня схема Принятия решений Тревожит А не То к чему мы добежали На мой взгляд То к чему мы добежали Это совершенно Логическая история И когда Юрий Ганус Говорит О Скоординированных Действиях Чтобы наших Не выкинули Из чемпионата мира Хотя у меня Нет никаких расчетов Что там они Выйдут Хоть куда-нибудь Что они там Знаешь Подожди Мы обыграли Сан-Марина Со счетом 5-0 Слушатель сказал Что мы ничего не делаем Ну как же Мы раб Ну в смысле Наша сборная Поверь мне Наша сборная Однозначно Может выиграть У кенийцев еще У Сан-Марина Точно может И у Сан-Марина И скорее всего У кенийцев Может выиграть И даже Между прочим У бельгийцев Не может Как показывает Таблица Это не важно Например у сборной Антарксиды И Арктики Легко вообще выиграть Там пингвины Они вообще ничего не понимают То что наши выйдут Если будет Чемпионат Антарктиды Будут на первом месте Вопросов нет Главное чтобы все остальные Не заявились Включая студенческих Сборных Каких-нибудь там Стран Но не в этом дело Пусть парни наши Тренируются Пусть наши Учат Бить Ножкой по мичу Попадать даже В створ ворот Вопрос не про это Вопрос про что Структуры нет Нет вот этой системы Которая защищает И создает спортсменов Вот и все Потапенко Будет Всем доброе утро Дайджест новостей Про То что наших Отстранят в 22 году Чемпионата мира По футболу Как вас эта новость Волнует Не волнует Я говорю Я Вот Мария Задала этот вопрос Я говорю Я не особый болельщик Потому что как-то Не знаю Может и вырос Или еще что-то Но не будет ли у тебя Ощущения Если вдруг это произойдет Самое худшее Что мало того Что мы выброшены Из каких-то мировых процессов Так здесь нас еще И из футбола Бортанули Когда весь мир болеет И так далее Ну Понимаешь Особенно после чемпионата Мира в России Подожди Тут ключевое Есть виды спорта Которые Ну скажем так Наименее затратные Это вот например Легкая атлетика И футбол И в принципе Как национальная идея Там И то чтобы наши Детишки пинали Мячик Или бегали Это вообще Идеально то Что можно было бы развивать И меня конечно Это правда Реально передергивает Потому что я считаю Что Дети должны Иметь возможность Заниматься такими простыми А когда этого не будет Как профессионального спорта То это все откатится Что и Не будет иметь смысла Никакого делать Детско-юношеско-спортивные школы Для отбора Ну то есть У нас Это же Это прямо вот реально Профессиональный спорт Это такая воронка То есть задача Это как раз Профессионального спорта Чтобы массовый спорт Развивался И вот Вот это А у нас же это точно Сразу все отрубит Потому что бабок нет Там попилить нечего Нашим чиновникам Кататься некуда Какой смысл И у нас И детских коробок Банальных Там детских Каких-нибудь стадиончиков Не будет Мячики Детям раздавать не будут Ворота ставить не будут Потому что некуда Все равно потом ехать Святой слушатель Спрашивает Напомните пожалуйста Причину По которой ВАДА Нас может отстранить Не поверите Антидопинговое агентство Всемирное антидопинговое агентство Не поверите Когда на наши Писывают химреактивом В пробирки Потом не надо Эти пробирки Подменять А когда подменили Не надо менять базы Вот собственно говоря Нет Есть вторая версия Что кругом Антироссийский заговор Я могу В эту версию поверить Но просто какой-то этот заговор Не очень антироссийский По моему Такая глупость Которую мы сами же себе устроили Но волнует вас Это не волнует Напишите Особенно Я прав и правда У меня есть друзья Которые реально ездят там с командами Там кто-то за Спартак работает Прям болеет Кто-то за Динамо Кто-то за ЦСКА Я прям вижу Вот они у меня в ленте Есть те кто-то потомственно Прям вот болеет Потому что я в свое время Был причастен к спонсированию Одной из этих команд Соответственно Но я после этого Кстати как раз и перестал В общем особо как-то Активно относиться к болельщикам Волнует вас Не волнует эта тема 903-797-6333 Пишите Ну и 730-101 Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Алло Здравствуйте Здрасте Меня зовут Александр Хотел сказать По данной проблеме Можно сделать такой ход Конем Не ехать на соревнования Под белым флагом А если флаг России запрещен Выходить в сборную Под флагом СССР Я думаю Пускай пылают Так сказать Пердаки у этих буржуев И они еще Хотели как бы нас наказать Но они Советского Союза И всего вот этого Нашледия спортивного Тренерских команд Все кто выросли в то время Они очень боятся Ну и в общем-то Как сказать Ну можно сделать еще по-другому Подождите Подождите А вы соседи Не боитесь обидеть Вот батька Лукашенко Скажет Ребят Да вы что Я тут это Ну нет Пожалуйста Можно сказать Уважаемый Александр Григорьевич Там могут ваши спортсмены Которые не попали На Олимпиаду Выйти под нашим флагом Поучаствовать Тут Не-не-не Я думаю Что лучше сразу скажите Мы вам нефти Бесплатные Дадим нефти Купите Купите этот флаг Всем дайте денег Там даже есть еще другое Такое решение Если они Многие структуры Вот эти международные МОК ВАД Они вообще как бы Запрещают российским Спортсменам участвовать У нас все эти советские структуры Даже после как бы Распад СССР Полностью юридически не оформлен После создания СНГ И можно международную Федерацию спорта СССР Это все воссоздать Зарегистрировать И просто как резервную Резервную олимпийскую команду Не попали наши спортсмены На соревнования от России Пускай идут Как команда Советского Союза Шах и мат Дмитрий Валерьевич Отличная версия Правильно Спасибо Спасибо Ну как вариант Да Будем регистрировать Несколько юрлиц И спалимся под одним Пойдем под другим Логично Нужен нам этот чемпионат мира Пишет слушатели Мы свой устроим Чемпионат мира Да Среди Буркина Фасо Вануату И всех остальных Городов и миров Ну а дальше у нас будет Голос знакомый Из детства Да Именно так У нас Андрей Юрьевич Гаврилов Он уже в предбаннике Он практически прорвался К микрофону Просто вы его чуть-чуть не видите Сейчас вы увидите Игоря Наумова С его Не просто на на А Макси новостями А потом будет Андрей Юрьевич Ну и на новый пиджак Дмитрия Потапенко Можно посмотреть На ютюбе Заходите пожалуйста Серебряный душ Недорого отдам Мгммммммммммммм Субтитры создавал DimaTorzok